Ребята, всем доброе утро! Это видео будет называться «За день до Нового года». Сегодня 30 число. Мы едем на день рождения к Сариной Одноклассе. Вот такую открыточку Сара подарит. Девочке Фэллон ее зовут. И посмотрите, какое пригласительное выдали в школе. Распечатанное на таком вот плотном красивом листке перламутровом. И написано, что Фэллон 7 лет. И праздновать они будут на ферме. На ферме с 10 утра до часу. То есть сразу, видите, расписание. 30 декабря. Написано, что они будут делать. Там коров доить, пони, сплята будут, еще что-то там. Потом у них будет обед. Написано адрес, куда приехать. И нужно было подтвердить свое присутствие смс-кой или письмом. Мы все подтвердили. Едем на ферму. Представляете, как интересно. Я даже не знала, что так можно отмечать. Я маму не знаю ее. Будем встречаться впервые. Что вы думаете? Я снова заехала в Старбакс перед днем рождения. Думаю, буду там с кофе тусоваться. Пока я стояла в очереди, за меня заплатил мужчина, который спереди стоял на машине. и оплатил мой латте. Я такая довольна. Это уже второй раз, когда за меня оплачивают кофе в Старбакс. Так приятно. Кто это вообще? Ламы. Да ламы. Да, очень красивые дома здесь. На этой территории, возле ферм. Где у нас здесь фермеры живут. Мы будем доить коров. Я никогда не пробовала. Я пробовала доить коров. А я не пробовала. А вот смотрите, какой дом большой. С лодкой. Это будет мое первое доение коров. Не так уж и легко подоить корову. Знаешь, она не всегда дает молоко. Я думаю, мы приехали. Тут такая деревушка, капец. Я говорю, Сара, нас тут не съедят. Так, Сара, покажись. Вот такая у нас Сара красавица сегодня. Селяночка. Приехала на фермочку. С подарком. Ну вот все идут вот в те ворота, и мы за ними. Ой, а озеро здесь. Ну здесь точно аллигаторы есть. Первое развлечение у них курочки. Сара. Это мы знаем. О, смотрите, ко мне курица подошла. Мы сказали, можно взять курицу в руки. Со спины бери ее. Вот коричневую бери поменьше. Лови. Что, забыла, как ты в селе в Украине ловила курей? Сара поймала у нас курицу. Сара поймала у нас курицу. По-моему, на меня хотят напасть. Сейчас будут показывать, как доить корову. Сара, смотри на меня. Как доить корову? Понравилось? Была бы ты дояркой. Поработала бы доярочкой. Понравилось? Санитайзером давай руки. Самый прикольный это индюки, которые ходят надутые за нами тут. Хотят клюнуть, но не клюют. И пугают, пугают вас. Так, по-моему, кто-то идет ко мне. Сейчас детки будут кататься на лошадках, на пони. И я наслаждаюсь тоже прогулкой здесь, потому что озеро красивое. И сама ферма приятная очень. Релакс полнейший. Погода замечательная. 25 градусов. Не холодно. Сара на очередь. Покатушек. Ой, довольна эта какая. Да, да, да. Классно. А пони, посмотрите, какие прикольные. Теперь они козочек чешут. Щеточками. Вот уже она веселится сегодня. Классное день рождения. Идея вот на ферме вообще прекрасная для детей. Сейчас их будут катать на тракторе. Сара. Сара. Сара, ты прям в самом начале присела. Молодец. Здесь еще костры разжигают. Как будто бы лобное место в Доме-2. Едут, едут наши трактористы. Вот так смешно не могу. Вот так смешно не могу. Сара, че-то ты не тезила чипсы. Сара, че-то ты не тезила чипсы. Подали еще подарки всем, да? Подарили подарки, закончила. День рождения закончился. Мы так навеселились. Три часа вполне достаточно. Три часа? Три часа мы были. Два часа детки играли с животными. И один час последние кушали пиццу, чипсы и торт. А потом еще дали всем подарки в самом конце. И в общем, три часа замечательно. Пролетели незаметно. Я была с Сарой. Были еще родители вместе с нами. Но некоторые родители уехали, оставили детей и уехали. Это нормально. На три часа. Классно вообще. Я тоже поела пиццу. Меня угостили. Колу еще выпила. Пиццу. Все. И мы собираемся в Майами. Потому что мы завтра на Новый год едем в Майами к моей подружке. А вы ее еще не видели. Я вам ее покажу. Обязательно. Это непростые люди. Очень интересная у них история. Но про это я буду снимать отдельный влог. А еще сегодня я хотела показать вам Чопстикс. Это такой буфет, где вы платите за вход. Это мы уже попозже поедем вечером. Где вы платите за вход и кушаете все, что хотите там. Со взрослого 10 долларов. А с ребенка где-то 6. Еще, представляете, я заказала салаты. Так как я не повезу на машине салаты. Это рискованно. Так как 4,5 часа мне ехать. Мне кажется, они испортятся. А приедем мы вечером. И сидеть их там резать как бы тоже неудобно. Поэтому я сказала Жене, которой я еду, что ничего не делай. Я закажу. Мы нашли женщину в Майами, которая занимается тем, что готовит кушать. Как раз на заказ. И представляете, я заказала килограмм оливье, килограмм селедки под шубой и килограмм крабовых палочек. Салаты крабовыми палочками. 1 килограмм 20 долларов. То есть 60 долларов я дала за 3 килограмма салатов. Которые мы будем есть несколько дней. Я считаю, что это очень дешево. И я надеюсь, что будет вкусно. А Женя будет готовить дома горячее. И в принципе все готово. Мне осталось купить там шампанского, мандринов, закусок кое-каких. И мы поедем. Да. Бушет называется Chopsticks. Если я правильно и прочитала. Вот так он выглядит. Мне кажется, сегодня будет много людей, потому что выходной. Так, я взяла себе суши. Сара взяла себе рис, креветки, брокколи. Все, что она любит. Еще нам привезли воду. Креветки. Голодными не останетесь. И большое разнообразие. И вкусно. Мне нравится. И мороженое, и десерты. Много-много всего. Так что приходите. Я надеюсь, что он совмещен, но не видит. Субтитры создавал DimaTorzok